Приветствую всех! С вами Илюша и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Fit and Grow Fish. И вы просто посмотрите на эту мордашку. Да-да, друзья, у нас произошло обновление и самая главная фишка в этом обновлении это то, что нам добавили дельфина. Наконец-таки! Все очень долго этого ждали, я на самом деле тоже ждал и не понимал, почему в этой игре нету дельфина. Но в итоге его добавили, также там еще кое-что изменили и кое-что добавили. Ну, это сейчас мы, друзья, поподробнее с вами рассмотрим. Ну и переходя на страничку обновления в стиме, мы видим то, что у нас имеется следующий текст. Добавили, естественно, дельфинов. Их, кстати, будет три штучки и каждый будет иметь свой скин. Также у нас переделали Swordfish. Теперь она называется Sailfish и она приобрела новый вид. У нее теперь имеется новая моделька. И после этого мы видим то, что у нас изменились сардины. Да-да, те самые маленькие рыбешечки, у них теперь появилась более прорисованная, проработанная анимация, как они плавают. И это, конечно, друзья, очень-очень классно. Ну, а также другие остальные изменения, которые фиксят различные баги, которые мы частенько видели в Fit and Grow Fish. Ну ладно, а давайте тогда сейчас мы будем приступать играть за нашего дельфина. А самое приятное то, что нам добавили дельфины и переделали Swordfish именно в карте Ocean. То есть, друзья, это не Great Map, это именно Океан. Та самая карта, на которой мы раньше только и развлекались, потому что других у нас не было. А теперь мы возвращаемся именно к ней. Это меня, на самом деле, очень радует. Ну и давайте уже непосредственно будем выбирать нашего дельфина. Сразу сейчас продемонстрирую три скина, которые имеются на этого дельфинчика. Вот, в принципе, как выглядит первый скин. Второй скин у нас выглядит вот так. Он такой более, друзья, обычненький. И третий скин у нас вот такой. То есть, у него небольшой разукрас есть, да? Ну давайте мы выберем просто вот стандартного обычного дельфина, который выглядит вот таким образом. Ну и в итоге мы теперь, друзья, наконец-таки играем за дельфина. Как я этого долго ждал? Напишите в комментариях, кстати, ждали ли вы или нет. Ну и обязательно, друзья, не забудьте поставить лайк. Ну и давайте я вам сейчас расскажу про этого дельфина поподробнее. На первом уровне у него имеется 61 хпшечка. Дамаг у него на данный момент 6 единиц. То есть, это, друзья, довольно-таки неплохие характеристики. Плюс у него очень даже большая скорость. То есть, мы даже можем спокойненько, мне кажется, от вот этих тигровых акул удирать. А также есть у него еще одна крутая суперспособность. Она активируется на Е, и это, можно сказать, мозговой штурм. То есть, мы можем зомбировать рыбешечек, и они, по сути, друзья, должны у нас немножечко как-то теряться, да? И вот смотрите, только что мы сейчас это, друзья, с вами сделали. Мы взяли как остается, оглушили, и в итоге мы его вот так берем просто и побеждаем. Конечно, с него мяса будет очень маловато. Вот, смотрите, всего лишь два кусочка. Ну ладно, ничего страшного. Мы будем еще, естественно, каких-нибудь других рыбешек пытаться замочить. И как вы помните, друзья, у нас в этой карте, в карте океана, самая жесткая рыбешечка, это, естественно, белая акула. Будем пытаться ее тоже, естественно, зафигачить. А также напишите в комментариях, друзья, хотите ли вы, чтобы я в следующем ролике уже поиграл за обновленную Свордфиш, точнее, теперь Сейлфиш, именно так она называется. Мы ее, естественно, рассмотрим поподробнее, ну и сделаем выводы, какая рыбешечка была лучше, Сейлфиш или Свордфиш. Так, ну а я тем самым временем сейчас тогда отнял у крабика морского ежа, ну и еще, естественно, его разделаю и получу уже половину уровня. Смотрите, друзья, надо все-таки, я думаю, еще побольше начинать всех фигачить, потому что у нас что-то как-то слишком медленно ап идет, все-таки привык я уже играть за таких серьезных рыбешечек, а тут у нас вот такой дельфин. Ну ладно, сейчас мы тоже найдем, друзья, какую-нибудь неплохую рыбешечку, которую мы будем есть. И, кстати, вот как раз-таки непосредственно у нас сардины, и мы видим то, что им реально добавили очень-очень даже неплохую анимацию, то есть видно то, что они, друзья, реально плавают. А в прошлый раз у нас просто как-то они хаотично двигались, я вообще думал, что они по течению как-то, ну, сами по себе, друзья, плавают. Так, ну ладно, а я тем самым временем вижу еще вот такого осьминожку. Вот мне кажется, или я замечаю то, что на осьминожке теперь какая-то анимация очень-очень даже, ну, какая-то не очень хорошая, да? О, Голиаф, ничего себе! Ну-ка, дружище, иди-ка сюда. Мне кажется, на Голиафа я точно смогу спокойно напасть, потому что он не такой уж и крутой. Так, кстати, мы сейчас активировали способность нашу, я вот так взял и какими-то волнами нашего Голиафа поразил, и в итоге давайте тогда сейчас мы будем его до конца кусать. Только единственное фигово то, что этот подлец меня каждый раз, друзья, берет и бьет своим хвостом, а хвост, как вы понимаете, у него довольно-таки мощный, и каждый раз он меня оглушает на пару секунд. Так, ну ладно, Голиаф, я все равно добьюсь своего, и в итоге, ну, зафигачу тебя, потому что ты уже, ну, обречен. Я, если, ну, сфокусировался на тебе, то тебе точно капец. Ну, все, смотрите, у нас Голиаф уже практически сдался, он начинает даже меньше меня атаковать, и в итоге как-то медленно плавать. Только единственное, друзья, фигово то, что сейчас из-за того, что я не дышу воздухом, у меня уменьшается урон. Это, конечно, минус. Ну, ладно, мы тогда сейчас побыстренько сейчас подышим воздухом, я думаю, нашего Голиафа никто не украдет, да, и в итоге сейчас восполним запас нашего урона. Теперь он, по сути, должен быть таким же, каким и был. Так, ну что же, в итоге нападаю тогда на Голиафа, урон у нас по 6 единиц, как, в принципе, и должно быть. Ну, и в итоге сейчас, я думаю, мы один уровень, ну, точно апнем, да, у нас вообще вот чуть-чуть осталось. И в итоге получить свой законный второй уровень, а может быть даже, кстати, и третий, потому что с Голиафа довольно-таки большие кусочки выпали. Так, отлично, эти куски я могу лопать, да, замечательно. Даже косточки я тоже могу лопать. Давайте тогда сейчас мы еще раз сделаем вот этот кусочек, так, отлично, и в итоге, друзья, я думаю, даже у нас будет третий уровень, да. Во, замечательно, вот это мне нравится, может быть, нам еще на какого-нибудь Голиафа напасть, да, я думаю, это будет очень даже, ну, на самом деле выгодно, потому что мы практически четвертый уровень апнули. Так, замечательно, Голиафик, иди-ка сюда, давай-ка я с тобой сейчас еще пофачусь, естественно, и получу из тебя свое законное мяско. Только вот это, смотрите, Голиаф не промах, он что-то мне вообще так хвостом дает больно, что я аж, друзья, жестко теряюсь. Ну, хотя, что-то я смотрю на этого Голиафа, и он довольно-таки сильный, он кусает меня, ну, довольно-таки неплохо, да, это, конечно, странненько. Так, ладно, может быть, попробуйте Голиаф своей суперспособностью как-нибудь зафигачить, да. Эй, Голиаф, сейчас я тебя вот так волнами своими сделаю, так, ну, получай. Не знаю, друзья, сработало, нет, сейчас мы это с вами будем проверять. Так, ага, я вижу то, что он от меня удирает, и, может быть, все-таки эта способность наша сработала. Так, смотрите, еще раз делаю нашу способность, так, ну, что, получил Голиаф, получил? Вот, смотрите, я вижу то, что он реально какой-то потерянный стал после того, как я, ну, обращаю на него внимание вот своей вот этой способностью. И, воу, друзья, я что-то как-то слишком сильно увлекся нашим Голиафом, и заметил то, что у меня всего лишь остался один ХП. Это, конечно, очень жестко. Давайте мы тогда сейчас немножечко передахнем, а также я вам покажу один баг, который я уже заметил в этом обновлении. То есть, я сейчас играю на таких, ну, слабеньких, на самом деле, настройках, именно графических. У нас стоят настройки Гуд, но, друзья, если я поставлю настройки Симпл, то есть обычный, смотрите, что становится с нашим Дельфином. Он почему-то красный. А если я буду менять скины, то в итоге он теперь станет зеленым, сейчас он станет вообще, друзья, синим, и все в этом духе. То есть, это как-то странно. Но мы просто берем настроечки, графики, ставим хотя бы хорошие, и в итоге у нас Дельфин уже становится более-менее нормальным. И, кстати, давайте мы тогда сейчас еще поиграем за вот такого скина на Дельфине. И, блин, вот я хотел бы все-таки того Голиафа замочить, но что-то он какой-то слишком сильный оказался. Он в итоге, ну, спокойненько меня сдрючил. Хорошо, что у меня остался один ХП, и я более-менее еще как-то смог выжить. Ну, ладно, не буду обращать внимания на этого Голиафа, потом, думаю, когда-нибудь я точно его смогу зафигачить. Лучше я сейчас посмотрю, что еще у нас интересненького добавилось, либо же изменилось на самой карте. Потому что тут я вижу точно, что больше каких-то камешков стало вот на этих скалах. Плюс как-то все проработание, да, это еще при условии том, что мы играем просто на хороших настройках. А если сделать фантастик, то, я думаю, вообще будет балдежно, и в итоге, ну, было бы намного приятнее играть на этой карте. Опа-на, это же рифовая долина в режиме океан. Давненько я тут вообще не был, и тут у нас плавают вот такие рифовые акулы. Ну-ка, иди-ка сюда, дружище. Ну, вот с рифовой акулой я справляюсь на раз-два, потому что она очень маленькая. Ну, и в итоге дельфинчик уже сейчас полакомится этой акулочкой, ну, и мы получим уже новый уровень. Так, ну, давай, разделывайся побыстрее. Так, отличненько. И этот кусочек мяса, к сожалению, тоже надо, естественно, разделывать. И, кстати, друзья, вот напишите в комментариях, какой вам скин дельфина больше всего нравится. Вот вот этот, либо же второй, либо же первый, обычный. Мне, на самом деле, друзья, нравится больше всего третий. Он как-то, ну, не знаю, покрасивее, что ли, да? Ну, а ваши комментарии я буду читать под нашим роликом. Ну, и плаваю я, друзья, по карте, смотрю на то, что у нас изменилось. В принципе, могу сказать то, что изменились у нас именно масштабы. Раньше карта казалась меньше, причем намного. Ну, а сейчас она, друзья, намного больше. Но фишка в том, что все вот эти локации, которые были на этой карте, они до сих пор сохранились. И это, конечно, очень-очень даже классный респект за это разработчику, потому что, ну, не приходится как-то теряться, там что-то искать. Потому что все те же родные локации, они здесь и остались. Ну, что же. А на этом, я думаю, можно заканчивать наш видеоролик. Если вам понравилась эта серия и вы хотите продолжения, мы будем дальше рассматривать наше обновление. Напишите обязательно об этом в комментарии, а также наставьте кучу-кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Все вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok